Филипп Пулман. Команда Сорванцов. Читает Затиев Артём. Музей восковых фигур. Глава первая. Притязания Диппи. Ламбит, 1894 год. Преступная карьера Грома с ясного неба Добни, для краткости просто Грома, началась одним туманным ноябрьским вечером, аккурат возле музея восковых фигур. Самого себя Гром никогда преступником не считал, напротив, он был отрок благонравный и ученый. А еще страстный любитель собирать всякие диковинки. Вот и сейчас его уже несколько дней к ряду переполняла жажда заполучить некий свинцовый слиток замысловатой формы, находившийся во владении его одноклассника по имени Гарри Флетчер. После долгих переговоров ему, наконец, удалось уломать Гарри, обменять желаемое на отрез рогаточной резинки. Сделка состоялась под шипящим газовым фонарем у входа в музей восковых фигур. «Эта вещь, краденая», — со значением обронил Гарри. Она с той старой статуи царя Нептуна, что торчит у входа вовен и флаг. Ну, сам знаешь. Сознание того, что у него в руках, самый что ни на есть настоящий кусок криминальной истории, преисполнила Грома гордостью. Гарри умчался, чпокая своей новой резинкой по ногам прохожих, а Гром опустил свинчатку в карман, ёжась от сладкой виноватости. Остальные, меж тем, вовсю глазели на афишу, рекламирующую новые экспонаты восковых фигур. «Жертва жуткой смерти от тысячи ножевых ударов», — старательно прочитал Бенни Камински, коренастый темноволосый джентльмен, 11 лет. С первого взгляда Бенни не мудрено было принять за обычного мальчика. Но, пообщавшись с ним ближе хотя бы с полчаса, вы неизбежно приходили к выводу, что перед вами гений. Проведя с ним день, к вечеру вы начинали думать, что он сам дьявол воплоти. Впрочем, к тому времени было уже поздно. Вас успевало засосать. Всех, кто знал Бенни, неизбежно засасывало, потому что это был водоворот в обличье мальчика. Ньюкатская банда страшно гордилась числе его своим вожаком. Гром тоже прищурился на афишу, которую разглядывал Бенни. «А, я читал об этом в энциклопедии», — сказал он. «Они их сначала связывают, а потом отрезают разные кусочки бритвой. Обычно с ног начинают, потом движутся вверх. Целые часы на это уходит», — добавил он с явным энтузиазмом и грязным пальцем вернул очки обратно на переносицу. «Ну», — спросила Брайди, — «мы внутрь идем или как?» Брайди Малоун имела пылающе рыжую голову, такой же горячий норов и общей свирепостью не уступала Бенни. Всюду, куда бы Брайди ни шла, неизбежно оказывался и ее младший братец, Окуленыш Боб. Умиротворенное и доброжелательное дитя, которое могло съесть что угодно. И часто ело. Члены банды ничуть не возражали против присутствия Окуленыша. Напротив, они его приветствовали. Так они могли биться с разными людьми об заклад на то, что он способен разжевать и проглотить разные не вполне обычные вещи. Собачьи печенья, пробки от шампанского, рыбьи головы и все прочее, что скармливали ему азартные жители Ламбета. И гарантированно выигрывать. Сейчас он, к примеру, кротко пощипывал сестрин рукав. «Диппи продает каштаны», — заметил ребенок, оторвавшись от текстиля. «Я его видел». «Люблю каштаны», — специально для непонятливых объяснил он. Каштаны любили все. Мигом позабыв про жуткую смерть и ее ножевые удары, компания ринулась через дорогу и за угол к распродажному универмагу Гребби, возле которого обосновался со своим лотком горячих каштанов Диппи Хичкок. Распродажный раскинулся сразу на несколько витрин. Это был самый большой магазин в Ламбете. Стекла его сияли огнями и истекали осажденной влагой. У входа старый Диппи как раз отсыпал каштанов, только что вынырнувшему из дверей покупателю, и весело помахал детишкам. «На три пенса, Диппи, пожалуйста», — солидно сказал ему Бенни. Сегодня он уже успел разжиться шиллингом за то, что поддержал лошадей для братьев Перетти, переезды, похороны и экскурсии на побережье. За Пенни можно было получить целых 16 каштанов, так что всего выходило по 12 на нос. Ребятишки обступили Диппину жаровню, чтобы скорее насладиться добычей. Они выуживали дымящиеся орехи из треугольных газетных фунтиков и катали между ладонями, чтобы скорлупа отстала. «Что, уже ходили в восковые?» — полюбопытствовал Диппи. «От бы мне быть такой восковой фигурой!» «Они там не делают восковых фигур с каштанников», — сочувственно сообщил Гром. «Только с королей и преступников. Ну, и всяких в таком роде». «А я ведь был преступником», — поделился Диппи. «Собирался карманником заделаться. Но отказался от ентой идеи. Все на, совесть». «Ежели ты никакой знаменитый душегуб, все остальное им не годится», — сказал Бенни. «Ты же больше ничего не сделал, чтобы стать знаменитым?» «А, Диппи?» Диппи поскреб щетинистую челюсть. «Нет», — скорбно ответил он. «Но я хотел бы быть ентой восковой статуей». «Вроде как жизнь бы тогда не зря прошла». Из универмага вынырнул еще один покупатель и взял на пенни каштанов, расплатившись шестипенцевиком. Брайди, которую восковые фигуры, конечно, тоже интересовали, тем не менее уставилась в ближайшую витрину, где круглый лоснящийся человечек по имени мистер Пейджетт, глава отдела готового мужского платья, возился, облачая манекен. Там было гораздо интереснее. Стоило ему поднять руку, не свою, манекена, в нужное положение, и отвернуться за какими-нибудь перчатками, рука падала обратно. Человечек свирепел и с каждой минутой лоснился все сильнее. Рука вверх, рука вниз. Уронить перчатки. Кукла качнулась вперед и съездила ему по носу. Мистер Пейджетт явно сказал некое плохое слово и виновата покосился на пару больших голубых глаз, внимательно следивших из-за стекла за его действиями. Коварная Брайди тут же поймала добродушного пожилого джентльмена, как нарочно проходившего мимо, и, тыча пальцем в главу отдела, невинно осведомилась, что это интересное слово могло бы означать. «Нет! Нет! Нет!» в ужасе изобразил мистер Пейджетт, замахал руками, нырнул вбок, ловя подлую куклу и перевернул стоявший рядом стул. Именно на этом этапе из двери магазина пулей вылетел сам мистер Гребби и, потрясая кулаками, взревел. «А ну-ка все вон от витрины! Я не потерплю никаких бродяг и корабейников рядом с моей собственностью. Я на вас закон спущу. Коптят мне тут стекла, мусор по тротуару разбрасывают. Вон отсюда! Убирайтесь! Ноги в руки!» Диппи, естественно, никуда убираться не хотел. Свету много, толпы входят, толпы выходят, бизнес движется хорошо. Увы, мистер Гребби был записной крикун «Держи морда!» и морда у него была красная. Никто не мог долго выносить его вопли. Так что банда помогла Диппи сняться с места и откочевать малость подальше. Мистер Гребби волком зыркнул на них и удалился обратно в магазин. «Вот ведь оручий какой пустобрёх!» задумчиво прокомментировала Брайди. «Надо бы ему отомстить!» сдвинул брови Бенни. Банда давно питала к мистеру Гребби неприязнь. С тех самых пор, как он выгнал их из магазина за предложение расширить клиентский сервис. Блестящая идея принадлежала, конечно, Бенни. Она состояла в том, что банда будет демонстрировать туристическое снаряжение. В торговом зале предполагалось поставить палатку, готовить еду на патентованной складной плитке везувий, фильтровать воду через антимикробный фильтр «Нежучок», спать в патентованном спальном мешке «Сладкий храп» и так далее. В пакет услуг входило даже исполнение воинственной пляски апачей для развлечения публики. Бенни очень гордился своим планом. И как у него всегда бывало с планами, этот тоже очень быстро пошел в разнос. Бенни уже грезились специальные отряды высокопрофессиональных и превосходно натренированных демонстраторов общим числом для начала, ну, скажем, тысяч десять, которые будут наглядно показывать покупателям, как пользоваться вещами из ассортимента магазинов и получать за это от благодарных хозяев симпатичные деньги. Себе он собирался брать совсем небольшой процент, ну, скажем, семьдесят пять от общей суммы. Где-то в течение года Бенни планировал порядком разбогатеть, завести сеть филиалов в Америке, вывести компанию на фондовую биржу, баллотироваться в парламент и, как говорили в древности, всякое прочее, эцетера. В общем, он как раз объяснял мистеру Гребби, как все это будет потрясающе, но тут с громом случился некий досадный казус в процессе пользования складной зонтичной палаткой люксуриозум. А близняшек Перетти как назло именно в этот момент унесло на самодвижущемся инвалидном кресле Пегас и вдобавок окуленыш Боб обнаружил офицерский сюрприз полноценный сублимированный рацион в банках. Ну, и все как-то вышло из-под контроля. Короче, мистер Гребби вышвырнул их из магазина и запретил впредь в нем появляться. — Эй, Диппи, — сказал Бенни, отрываясь от воспоминаний, — а сдача-то моя где? — Ой, извиняйте, — спохватился каштанчик, — вы мне, стал быть, шиллинг давали. — На те вам вот трехпянцевик и к нему славные навехонькие шесть пянцев. Деньги Бенни взял, но посмотрел на них как-то подозрительно, а потом даже укусил. — Эй, Диппи, — сказал он, — да ведь это же фальшивка. Ты где ее взял? Он показал монету. — Отличная такая монета, действительно блестящая, новенькая, вон и королева Виктория, и буковки, нужные по ободу, а прямо на носу у ее величества на тебе отметка от зубов. — Фальшак, как пить дать, — подтвердила Брайди. — Слушай, Диппи, это ни разу неправильный шестипенцевик. Банда сгрудилась вокруг жаровни. Диппи взял монету и проверил ее сам, прямо всеми своими четырьмя последними зубами. — Ну и ну, — озадаченно изрек он, — по всему, видать, вы правы. Зуб дам, фальшак. — И кто же это мне его всучил? — Нати-ка вам лучше нормальных денег. Другой такой монеты у него не сыскалось, так что он выдал Бенни шесть отдельных пенни и снова с отвращением уставился на предательскую деньгу. Впрочем, гром разглядел в выражении его лица и кое-что другое. «Ежели зарабатывать всего по два-три шиллинга в день, шесть пенсов — это целая куча денег». Тут за каштанами подошла старая леди купить кулечек своей внучке, а вслед за ней сразу нарисовался Джонни Хопкинс, явившийся, вытирая усы из валийской арфы, и Диппи сразу стала не до ребят. Они попрощались и побрели во своясе. «Это нечестно», решительно заявила Брайди, когда они снова оказались перед восковыми фигурами. «Тот, кто дал Диппи эту деньгу, точно знал, что мухлюет». «Не давать ему заделаться восковой фигурой тоже нечестно», согласился с ней Бенни. «Те, которые у них есть, да что они сделали в своей жизни? Ну, людей убивали, Америку открывали, да это, королями с королевами были». «И все». «Справедливость я спрашиваю, где?» «Вот пари держу, будь Диппи жертвой смерти от тысячи ножевых ударов, они б его живо куда надо вставили». «Диппи маловат будет», резонно возразила Брайди. «Откуда там тысячу кусочков-то взять, чтоб ножи втыкать?» Бенни смерил двери восковых фигур суровым взглядом. «Если это будет наше последнее деяние», твердо сказал он. Когда у Бенни делалось такое лицо, остальная банда знала, с вожаком лучше не спорить. А потому, оставив его наполеоновски хмуриться на дверь музея, тихонько двинулась в сторону дома, то есть Клейтон Террас. «Я вообще-то не прочь утереть нос тому профессору, ну, которому фигуры принадлежат, поделилась Брайди. Он нас с окуленышем как-то вышвырнул. В прошлом июле дело было, как сейчас помню». «И я даже догадываюсь, почему», заметил Гром. «Да ладно, всего-то один палец откусил. У того парня из камеры ужасов и так уже много чего не доставало. Его, видишь ли, там пытают. Ты бы и не заметил». «И как тебе пальчик, окуленыш?» «Вкусный», невозмутимо ответствовал окуленыш Боб. «А профессор, представь, заставил нас за него заплатить. У меня с собой три пенца было, так он все их забрал. Да на это цельную новую руку состряпать можно». Они брели сквозь сгущавшийся на глазах туман. Газовые фонари в нем походили на белые одуванчиковые головки. «Надеюсь, Диппи не всучат еще один фальшивый шестипенцевик», сказал задумчиво гром. «Ма вот всучили. Вчерась, в мясной лавке», пожала плечами Брайди. Небось, сам слышал, как она ругалась. «Эй, а это не твой па там часом?» Они как раз дошли до дома номер пятнадцать, где на нижнем этаже обитали гром с папой. Брайди и остальное ее семейство, весьма немаленькое, жили выше. Сквозь грязное подвальное окно на мокрые кирпичи выплескивалось озерцо зловещего мерцающего света. «Ага», не без гордости сказал гром. «Варганит кое-что новое. Не знаю что. Это коммерческая тайна». Мистер Дубни держал сувенирный и подарочный бизнес. Сувениры у него были странные. Он делал подсвечники в форме драконов, настольные автоматы в форме собачьей будки, раздающие ёршики для трубок, держатели для бутылок с содовой водой, вращавшиеся вокруг своей оси на маленьком пьедестале и всевозможные другие хитрые устройства. Его последней новинкой, например, был держатель для перчаток, скрещенный собачьим свистком. По каким-то непонятным причинам спроса на него не оказалось, и продавался он из рук вон плохо. То есть, будем честны, никак. Поэтому мистер Добни специально арендовал подвал в их же доме и засел там со своим новым проектом, втайне даже от грома. Единственное, что грому удалось узнать, это, что там как-то замешано электричество. Па спустил в подвал уйму тяжеленных батарей и мотков в проволоке, после чего за дверью началось гудение и какие-то вспышки. «Я, пожалуй, пойду к нему», сказал гром, «ужином покормлю, чаю заварю». «Чай я люблю», заявил окуленыш Боб. «И печенье». «И вообще». «Да, окуленыш, мы в курсе». Брайди, не глядя, погладила его по головке. «Что у вас на ужин-то?» «Пара селедок». «Как их, кстати, готовят». «Не знаю». «Варят, наверное». «Это ж типа копченая рыба». «А копченую рыбу варят». Брайди сердито потрясла головой. «Слушай, давай я лучше сама». Гром уже с год приглядывал за собственным папой, и тот пока еще ни разу не жаловался. Выказанное Брайди презрение к его кулинарным навыкам мальчика, конечно, расстроило, но чего уж там. Брайди ворвалась на кухню и свирепо загремела посудой. К счастью, сковородка нашлась довольно быстро. Уже собравшись было поставить ее на плиту, Брайди присмотрелась, содрогнулась и понесла находку под лампу. Рассмотреть получше. «Ты что здесь готовил в последний раз?» грозно спросила она, с неприязнью ковыряя пальцем какой-то мазут на дне. «Наверное, жидкую карамель», Гром глубоко задумался. Па тогда задумал торговать яблоками в карамели и искал самый дешевый способ ее делать. Помню, взял рыбий жир вместо сливочного масла, но масса почему-то толком не застыла.